Лучшее в стране С 21 по 23 октября в инновационном центре Сколково пройдет Московский международный форум инновационного развития 2019, между прочим, уже в восьмой раз. Поговорим о форуме, а много еще о чем интересном. Представляю теперь гостя у нас в гостях директора корпоративного акселератора Generation S от РВК Екатерина Петрова. Кать, здравствуй. Добрый день. Ну, честно скажу, невероятно приятно видеть перед собой молодую обаятельную девушку и с таким уже серьезным, классным, звучной должностью директора корпоративного акселератора Generation S от РВК. Первый мой вопрос, Кать, будет такой. Расскажи нам вкратце, пожалуйста, РВК Generation S и какое отношение вы все вместе имеете к форуму, которая со дня на день начнется в столице. Хорошо. Мы, как РВК, на самом деле выполняем достаточно важную функцию, на мой взгляд, для России, но и, в принципе, глобальную, международную тоже. Мы стараемся развивать весь венчурный рынок, стараемся искать технологические стартапы, видеть, как эти стартапы можно правильно развивать, искать им заказчиков. С заказчиком мы, собственно, формируем рынки будущего с помощью различных инструментов. Мы смотрим, какие технологии есть в России, в какие за рубежом, где какие тренды сейчас являются наиболее актуальными. И, собственно, эту повестку всю выполняем. Это, если говорить про РВК глобально. Внутри РВК есть тоже несколько подразделений, которые отвечают за развитие и функциональную реализацию этих блоков. Собственно, мы, как корпоративный акселератор, выполняем, наверное, одну из самых важных технологических функций, потому что мы работаем с крупным тоже и российским международным бизнесом, с крупными компаниями, корпорациями и как раз-таки помогаем им сформировать всю инновационную повестку. То есть, если говорить про Generation S, мы отдельное подразделение, отдельный микробизнес внутри госкомпании, которые выстраивают всю глобальную экосистему, повестку работы с корпорациями. Наш прямое отношение к открытым инновациям, мы, на самом деле, участвуем в этом форуме с первого дня его основания, потому что концептуально этот форум был придуман 8 лет, действительно, назад тремя институтами развития. Это Сколково, РВК и ВЭП и Роснано. Собственно, зачем вообще вся эта повестка придумывалась? Было очень важно создать площадку единую, на которой бы можно было собрать с одной стороны бизнес, с другой стороны государство, с третьей стороны те самые стартапы, которые вечно ищут, где же им найти заказчика. Да, именно в тот момент как-то все было очень глухо у нас в стране, совсем печально, скажем так. В тот момент было глухо, на самом деле, только стали смотреть, какие страны развиваются, пытались что-то, какие-то инструменты создать. Почему вот мы втроем, как три основных института развития, были созданы с разными функциями. Ну и, собственно, вот площадка открытых инноваций, она своего рода способствует и расширению этих коммуникаций, и поиску правильных контактов, и представлению тех основных результатов, которые вот мы, как институты развития, делаем в течение года. Потому что новые повестки, которые рождаются у нашего государства, которые даются правительствам Российской Федерации, они, собственно, в рамках открытых инноваций начинают свою жизнь и продолжают следующий год. Нам важно, с одной стороны, показать результаты, но и, с другой стороны, как бы всю эту повестку сформировать. Поэтому мы, как РВК Generation S, являемся такими тоже сорганизаторами и законодателями повестки этого форума, и поэтому мы стремимся каждый год выступать. Мы стремимся устраиваться с максимально интересной повесткой, чтобы это был не просто отчет, а чтобы, действительно, все наши партнеры пришли и смогли пообщаться со стартапами, которые внутри акселератора, например, выросли за год и уже не просто стали стартапами, а превращаются в бизнесы, которые работают с компаниями, с крупными. У нас есть национально-технологическая инициатива. Это, действительно, тоже очень интересный прорывной проект, который продиктован правительством. Мы являемся проектным офисом, и мы здесь формируем рынки будущего 2035. Ты будешь выступать? Я выступать в этот раз не буду, потому что, на самом деле, повестка очень большая у меня за пределами открытых инноваций, но у нас есть несколько наших партнеров-заказчиков, например, компания PepsiCo, с которой мы тоже начинаем в этом году активно работать. Мы с ними делаем совместный стенд и будем уже показывать первые пилотные решения. Уже некоторые даже результаты такие нашего сотрудничества. Ну, это любопытно. Три дня форума, 21, 22, 23 октября, и три тематики различные. Что ты вот на эту тему можешь нам рассказать? Первый день цифровой человек, второй день интеллектуальной экономики и третья технологии будущего. Ну, в общем, все очень важно и все интересно, надо сказать. Все важно и интересно, но, собственно, да, и первая тема, тема цифровизации, она действительно сейчас актуальна. Это такой тренд, который, на самом деле, мне кажется, следующим формирует все, что будет происходить в России, потому что нам важно понять, как технологии развивать, что с этими технологиями делать, как их искать ими дальнейших клиентов для того, чтобы эти технологии были интересны. Ну и, собственно, вот если говорить по цифровизации, то здесь основным, наверное, таким куратором этого направления выступит наше правительство в лице Акимова Максима Алексеевича, который, собственно, эту повестку задает на форуме. Мы, как РВК, тоже здесь будем присутствовать с нашей повесткой, потому что цифровизация – это достаточно большой блок в РВК, который сейчас формируется, и крупные корпорации государственные, в которых сейчас, на самом деле, ну вот практически в каждой создаются отдельные подразделения, которые будут эту цифру формировать. Что касается предпринимательства и человечества, то здесь важно дальше показывать развитие трендов и новых технологий, которые будут. На самом деле, очень много иностранных гостей привлекается на форум, которые приедут и расскажут, и поделятся опытом о том, как это в их странах структурировано. Если говорить об аудитории, о посетителях, скажи, пожалуйста, обязательно ли это должен человек, владеющий бизнесом быть, или стартапер, скажем так, или, в принципе, каждому из нас, многим далеким от бизнеса, посещение данного форума тоже может быть полезным и интересным? Мне кажется, что полезно обязательно всем. Почему? Потому что если ты не понимаешь, не знаешь, как вообще структурирован процесс вот этой развития инновационной экосистемы, но ты хочешь понять какие-то азы, понять какие-то тренды, важно там присутствовать, потому что, как я сказала раньше, здесь сосредоточены практически все люди, все экосистемы, которые развивают вообще инновации. Стартапы, для них здесь важно найти будущих клиентов, с которыми они дальше будут развивать свои отношения, людям, которые вообще ничего не знают, важно послушать о том вообще, куда дальше Россия будет развиваться. Задуматься, наверное, тоже в том числе о своей профессии, сколько она еще проживет, да, своей компанией, как она, шагает ли в ногу со временем, соответственно, проживет ли долго эта компания. В общем, задуматься там действительно много есть о чем. Да, 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 поэтому, на мой взгляд, обязательно. И в чем, конечно, большой плюс, что это достаточно крупный форум, где собрано очень много людей. И даже если так складывается, что люди вообще не из инновационной сферы, но у которых стоит какая-то задача по развитию инновации, они, послушав те секции, которые сейчас сформированы в программе, там действительно программа достаточно интересная, насыщенная, они могут прийти, потом понять, как эту повестку можно уже интегрировать в те активности, которыми они занимаются. У нас сейчас небольшая музыкальная пауза, обязательно оставайтесь с нами, скоро продолжим. Продолжается программа. У нас сегодня в гостях директор корпоративного акселератора Generation S от РВК Екатерина Петрова. Мы всех приглашаем на Московский международный форум инновационного развития 2019. С 21 по 23 октября все отправляемся в инновационный центр Сколково, в технопарк и просвещаемся. Там, кстати, какие-то очень интересные штуки придумывают каждый год. Вот в этом году мне попалась информация. Какие-то интересные и необычные экскурсии для посетителей, причем такие интерактивные, какие-то костюмированные, театральные. В общем, очень любопытная история. Ты знала об этом, Катя, кстати? Я вижу каждый раз, что происходит, потому что на нашем стенде каждый год креатив. У нас там очень много всего. Так фонтанирует. Да-да-да. Но важно же показать новые технологии, что происходит. Катя, ты сама уже со стартапами работаешь 10 лет. Правильно все, да? Я подсчитала. Ну, это опыт. Это большой уже опыт. И самое, на мой взгляд, интересное, это то, что ты можешь рассказать о ситуации со стартапами, которая была тогда, 10 лет назад, да, и на сегодняшний день. Что происходит с российскими стартапами? Конечно, прежде всего нас интересует наша страна. Действительно, опыт большой. Я начинала, когда в России только-только все зарождалось. Только узнали про слово стартап. Да, и мне очень повезло, потому что именно в тот момент я заканчивала университет. И искала, и думала, кем же мне становиться дальше. И даже не предполагала, честно, что я попаду в такое очень перспективное, интересное направление. Но так сложилось, что как раз вот, когда зарождалось направление работы с инновациями, формировались первые такие группы инвесторов. Это были бизнес-ангелы. Это, собственно, люди, которые на самой ранней стадии, когда стартап только появляется, у него есть хоть какая-то жизнеспособная идея, они начинают инвестировать. Ну и, собственно, вот эти бизнес-ангелы, они в России эту экосистему формировали. Тогда началось рождение РВК, Сколково и всех остальных. И действительно, рынок, он был практически нулевой, не сформированный. И наша задача была вообще сделать так, чтобы стимулирование этих инноваций начинало рождаться. Потому что, как мы знаем, в Америке это очень известно, что все стартапы, они рождаются в гараже, когда какой-нибудь очень умный разработчик приходит, что-то придумывает, он сами руками начинает что-то придумывать, но дальше он не понимает, как коммерциализировать технологию, как искать своего будущего инвестора. И, собственно, вот я оказалась в тот момент, когда в России была такая ровная история. Нет стартапа, никто не знает, что такое слово. Но идеи в гаражах рождены. Да, но идеи в гаражах рождены, и их очень много. И самое главное, что когда ты начинаешь общаться с этими людьми, ты понимаешь, что действительно очень одаренные ребята, действительно очень интересные идеи они придумывают, но как им помочь для того, чтобы это было интересно хоть кому-то, было очень сложно. Они не понимали ни как структурировать свою идею, ни как найти себе заказчика, ни как ее презентовать. Поэтому рынок был сырой, мы придумывали очень много механизмов, мы запустили очень много образовательных программ в регионах, мы стали структурировать работу в университетах, потому что в университетах тоже достаточно интересный большой блок. И, конечно, вот через все эти инструменты стала формироваться среда. Потом потихонечку стали понимать, что нужно делать, то есть начали создаваться различные каворкинги, бизнес-инкубаторы, собственно, площадки, где стартап из гаража уже может прийти в подготовленную площадку, где у него есть рабочее место, где у него есть возможность, куда посадить команду, где у него есть все необходимое технологическое оборудование для того, чтобы проверить, насколько та гипотеза, которую он придумал в голове, ему кажется классной, действительно реализуема. И, собственно, вот так рынок рос. Но мы столкнулись с следующей проблемой. Мы не понимали, кому в России эти стартапы предлагать. То есть сформировалось энное количество технологий, действительно интересных, уже зрелых, уже с первой презентации. А не просто с прототипом, с которым им кажется, что это класс. И дальше наша задача была сформировать рынок заказчиков. То есть мы начали работать с корпорациями, институты развития стали выступать такими уже, наверное, вторыми инвесторами, потому что стали создаваться венчурные фонды, через которые стартап мог эти инвестиции получить. Насколько легко и быстро отозвался бизнес на ваше предложение? Нет, да? Нет. На самом деле, ты знаешь, он до сих пор отзывается очень тяжело. Здесь как все происходит? Если есть задача государства, и она как обязательная инициатива, бизнес начинает хотя бы задумываться о том, что нужно это делать. Дальше начинается тестирование и понимание, почему вообще я должен тратить свое время на то, чтобы разговаривать с каким-то стартапом, а нужно ли мне это, и что я с этого заработаю, получу, или как изменится мой бизнес относительно моих конкурентов. Рисков есть все-таки, да. Рисков много, несомненно. Сейчас мы стали чуть-чуть быстрее двигаться, потому что действительно на инновации, на акселерацию, на все это направление пришла мода в Россию. Появились первые кейсы, когда корпорации, которые начинают работать со стартапами, переходят в какую-то успешную сделку или в успешный продукт. Другие смотрят, начинают хотеть быть такими же, не быть хуже, хотят, получаете, зарабатывать на этом деньги. И мы понимаем, что вот спустя 10 лет рынок стартапов начинает быть готов к тому, чтобы с бизнесом говорить на одном языке, а не как раньше, когда ты говоришь стартапу, дорогой проект, нужно доработать идею. Он тебе говорит, нет, Катя, у меня такая классная идея, я сам знаю, что с ней делать, я не хочу дорабатывать, я хочу, чтобы купили то, что я придумал. И вот уходило много времени на объяснение, что нужно уметь слышать клиента. Сейчас стартапы стали более зрелые. Многие из них уже действительно приходят с выращенным продуктом, потому что они поработали не с одной корпорацией в России и за рубежом. Они понимают, что это не просто вымышленная идея, это действительно продукт, который можно масштабировать, тестировать. Ну и, собственно, наш бизнес, он стал понимать, если во главе крупных компаний стоит действительно очень активное руководство, которое понимает, зачем оно будет тратить время на эту реализацию, стартапы очень быстро можно туда интегрировать и действительно получить на выходе очень интересные решения. Поэтому, говоря о том, изменился ли, да, движение есть, есть сильное. Но есть куда стремиться еще, правильно я понимаю? Стремиться есть куда очень сильно, потому что мы сейчас, вот если говорить даже про нас, у нас, наверное, порядка 30% рынка корпоративного, это российские клиенты, которые действительно, ну, я бы сказала, начали смотреть, и мы пытаемся через различные инструменты, механизмы всю инновационную политику к ним внедрить. Но из этих 30 только 5 активных. Это 5, которые понимают, что они хотят, у которых есть созданные инновационные подразделения, есть конкретно выделенные люди. И мы приходим как команда профессионалов и говорим конкретно, что им нужно сделать, помогаем инструменты там все эти организовать внутри корпорации, и уже просто как бы они запускают продукты. А все остальные 25 говорят, я хочу, но я не знаю, что. Ну, подумаем. Времени у меня на это нет. Приходите завтра, знаете что, Катя, позвоните нам на следующей неделе. Нет, ну вы можете прийти, но у меня нет времени этим заниматься. Сделайте мне что-то, и я вам дам денег. Обычно так. А как тебе кажется, здесь вот возраст владельца, там, руководителя, он каким-то образом имеет значение? Ну, потому что чем старше, тем может быть сложнее вообще взглядов на инновации. Вот я бы не сказала, все зависит от того, какой человек. То есть, что он с точки зрения своей жизненной позиции, какая у него жизненная позиция, что он хочет, насколько он активный. У нас на самом деле действительно большой процент это достаточно взрослых, опытных руководителей, с которыми нам даже проще порой разговаривать, потому что они понимают очень хорошо свой бизнес. Они приходят и говорят. И они, в принципе, перепробовали уже все инструменты. Они говорят, у меня проблема, мои сотрудники меня не слышат, они не знают. То есть, они приходят и делают типовую ежедневную работу. А я хочу, и я готов вкладывать. У нас есть, на самом деле, несколько клиентов из крупных госкомпаний, с которыми мы работаем, где реально уровень генерального директора пришел и сказал, я готов создать все необходимые инструменты. Система мотивации, отдельно созданные рабочие места, отдельные механизмы быстрого внедрения стартапа. Вы мне скажите, что я лично. То есть, у нас генеральный директор в одной из компаний лично занимается тем, что он вместе с нами прокачивает всю компанию. С молодыми порой бывает сложнее. Почему? Потому что они очень часто ездят за границу, они смотрят, как устроено там, и они порой не пытаются понять, что российская действительность, она не такая. Что не все инструменты у нас могут разрабатывать. Да, они пытаются шаблонно перекладывать то, что они увидели в Америке, потому что в Америке очень развит рынок, вообще акселерация, работа со стартапами. Начинают шаблонно здесь это делать. Когда ты приходишь к ним и говоришь, коллеги, нужно чуть-чуть здесь скорректировать, они говорят, нет, ну я же молодец, я все сделал. И на самом деле в этом плане сложно. Но есть один кейс, пожалуй, у человека, который, на мой взгляд, суперуспешный. Это Дима Курин, это компания МТС. Дима, это тот человек, это образ того молодого парня, который пришел в крупную компанию и смог выстроить все процессы настолько быстро, что у них сейчас так быстро запускаются все пилоты с новыми стартапами, и нет вопросов со всеми подразделениями, что вот это примерно молодого. У нас пауза, совсем небольшая и музыкальная, что приятно. Оставайтесь с нами, скоро продолжим. Продолжается программа. Екатерина Петрова у нас в гостях. Директор корпоративного акселератора Generation S от РВК. Ну, в общем, мы с вами собираемся на Международный форум инновационного развития с 21 по 23 октября отправляемся в Сколково именно в эти дни в технопарке и будет проходить форум. Что про него сказать? Одно из самых масштабных в мире конгрессно-выставочных мероприятий, демонстрирующие основные тенденции, ключевые достижения в инновационных сферах экономики. Интересная программа, но если нет возможности все три дня посетить, хотя бы один для себя выбрать наиболее интересный, значимый, или понять, когда вас могут отпустить с работы, например, в какой день точно, и отправиться именно в этот день. Есть официальный сайт, все подробности можно найти в интернете, что касается и конкретного расписания мероприятий, событий очень-очень много. Кать, мы с тобой продолжаем нашу беседу, и хочется поговорить также еще про стартапы. Ну, во-первых, немножко хочется, конечно, и надеюсь, что нам дашь такую возможность погордиться нашими изобретателями, нашими талантами. И что, может быть, именно акселератор там Generation S устроил за рубежом? Вот именно про наши изобретения какие-то, идеи. Про проекты или про нас, как про акселератор, как мы развиваемся? Про проекты. Про проекты. Но вообще нормально относятся к нашим проектам там за рубежом? Или как только слышишь, что это Россия, говорит, ну, наверное... Нет, к нашим проектам относятся очень хорошо на самом деле. И я бы сказала, чего боится наша страна, это то, что наши звезды, наши лучшие проекты будут уходить туда. Потому что спрос очень большой. И почему сейчас, вот я сказала тоже, мы начали работать с крупными международными компаниями, с энергетическими, с производственными, с промышленными, с агром, с финтехом. Потому что они понимают, что российский рынок, он сформирован практически, и есть технологии очень интересные. И можно их брать, быстро внедрять, и с этими стартапами проще договариваться, чем, например, со стартапами из Израиля, которые себе ставят... И дешевле, да? Дешевле, вот, да. Понятно. Как раз таки о том, что, например, стартап в Израиле ставит себе сразу на входе очень высокий ценник. Он никогда не будет идти на переговоры 5-10 раз. То есть он должен прийти один раз, продать себя, заключить контракт и идти в работу. Наши стартапы, они не такие. Даже если у них есть уникальная технология, они всегда пытаются найти подход клиенту, они пытаются найти более такое комплексное, оптимальное решение, при котором и они заработают, и клиенту будет комфортно. Ну, то есть они ищут для себя действительно... Система скидок существует, это распродажа, там, осенние. Да, они просто ищут для себя действительно рынки выхода. И в этом плане мы сейчас находимся в очень правильном, наверное, направлении, потому что, ну, практически все страны, они с Россией заинтересованы сотрудничать. Очень большой спрос у Сингапура, потому что все, что связано с направлением по финтеху, новым технологиям, именно в финансовой сфере, у нас сейчас этих стартапов мало. Мы вот практически, наверное, в нашей воронке около 300 решений таких есть, но очень много и французских, и банков из Сингапура приходят к нам с просьбой «покажите выпускников акселератора», мы бы хотели начать с ними работать, мы готовы предоставить все условия для того, чтобы стартап развивался. Поэтому здесь скорее нам сложно, потому что наша задача, как госкомпании, частично делать так, чтобы все стартапы удерживались на периметре Российской Федерации, поэтому нам нужно предложить со своей стороны интересные условия, но при этом привести им клиента, чтобы они в России не умерли как технологи. Если они не найдут заказчика, понятно, что она кому нужна была. Конечно, чтобы они в конечном счете, наверное, обрели популярность по всему миру и успех. Да, у нас есть один проект, которым мы тоже очень гордимся, но сейчас, мне кажется, это уже проект всех институтов развития. Это проект «Промобот». Он в 2015 году, когда мы только тоже начали работать с корпорациями, компания «Промобот» — это проект, который пришел к нам из Пермского политеха. Там ребята очень молодые разработчики, они создали робот-снегоуборщик. То есть они видели проблему, которая есть в России с большим количеством снега. Они начали работать с нашими различными службами, чтобы понять, как эту проблему можно оптимизировать, чтобы уменьшить количество дворников, которым этот труд действительно очень тяжело дается. Они придумали робот-снегоуборщик, пришли с прототипом в акселератор. В акселераторе сделали немножко корректировку с точки зрения развития бизнеса, они сделали робота-промоутера. Первый контракт в рамках акселератора они заключили со Сбербанком. Так потихонечку они стали известными, стали работать с российскими корпорациями. Сейчас у них уже больше 10 стран, это их заказчики. Они работают очень активно на рынке Ближнего Востока, они работают в Америке, они получили достаточно большие контракты в Италии. И сейчас действительно, то есть Россия, когда слышишь, пришли в другую страну и говоришь, вот наш выпускник компании «Промобот», все говорят, о, а в России-то есть... Ну то есть вроде бы там не суперинновационно все, но ребята молодые, они даже попали в Форбс уже, несмотря на то, что им до 30, и тем не менее, да, они активно развиваются, они придумывают, как проект этот улучшить. Когда сняла уборочный робот-то, в итоге он существует? Он у них как второй продукт есть, но просто не было такого большого спроса со стороны... Инвесторов. Даже не инвесторов, они изначально выходили на государство. Ну понятно, конечно. То есть они понимали, что государство – это будет основной покупатель этой технологии. А государство пока думает, а надо ли? Да, зачем уменьшать количество работников? Лучше мы попробуем через другую историю. Ну и в принципе просто ребята в промо-боте сделали больше упор на продукт. Они поняли, как можно работать с клиентами, если это банк в различных офисах, оптимизируя колл-центр, оптимизируя консультантов, которые есть в отделениях. Собственно, промо-бот, вот как робот, выполняет эту функцию, то есть и социальная функция, и функция консультирования. Все эти вопросы они решают. Ну это я говорю, наверное, про ту технологию, которая наиболее понятна любому человеку, потому что это робот-промоутер. Ну если кратко, про продукт. Есть на самом деле технологии более серьезные, они промышленные, они решают задачи различных заводов. У нас очень много хороших технологий в энергетике. Мы сейчас работаем тоже с компанией Enel. Это энергетическая итальянская компания. Мы буквально недавно закончили собирать для них проекты, и планируем как раз-таки показывать руководству в Италии эти проекты. Вчера нам пришли первые результаты, уже как минимум десятка проектов по теплоэнергетике. Это то, что итальянцы выбрали именно с российского рынка. Кать, мы вот вне эфира с тобой немножко затронули тему о том, что многие бизнесмены, целые даже компании, не знаю, отправляются за границу и смотрят там, опыт получают его, какие-то уроки, какие-то системы, срочно возвращаются в Россию, пытаются внедрить в свои компании, но результатов никаких нет, а зачастую, если есть, то они очень негативные. Вместо того, чтобы попытаться здесь поработать с правильными компаниями, написать правильный, нужный форум, там вычеркнуть для себя информацию. Насколько вот часто ты сталкиваешься с такими пострадавшими? Пострадавших? Ну, я бы, наверное, сказала, из 100% заказов порядка 40% пострадавших есть. Ну, это много, да, очень. Да, почему это происходит? Потому что, на самом деле, вот если говорить про наш тоже инновационный рынок, он сейчас продиктован разными категориями акселераторов. То есть есть действительно модное направление акселератора, есть государственные, крупные, как мы, которые достаточно долго работают на рынке, и мы стараемся нашим партнерам не продать что-то ради того, чтобы заработать. Мы пытаемся очень серьезно проанализировать бизнес, предложить конкретные страны, конкретные направления, которые будут релевантны заказчику. А есть маленькие акселераторы, которые приходят и говорят, коллеги, поехали сюда, потому что эта страна такая классная, здесь так все развито, но они не понимают, что тот опыт, например, американский опыт, он не совсем действительно релевантен для России. То есть в Америке почему все хорошо развивается? Потому что есть собранный полностью рынок, вся цепочка собрана, есть заказчики, которые понимают, что они хотят, есть институты развития, есть фонды, которые быстро инвестируют. У нас нет, у нас есть частично какие-то элементы, и мы не можем полностью переложить модель. Поэтому, конечно, коллеги, которые хотят поехать в Америку и знают, что Америка, она безумно в этом плане продвинутая, едут, приезжают сюда, а потом у них что-то не получается. Поэтому, да, вот таких действительно много, но мы стараемся как-то эту историю уменьшить и оптимизировать для того, чтобы те, кто начинают с этим работать, таких ошибок не допускали и не тратили много денег. Друзья, если вы совершили подобную ошибку, есть буквально сейчас у вас две минуты покаяться, поразмыслить как-то и быстренько себя перенастроить и оставить на нужный правильный путь. Скоро продолжим. Продолжается программа, друзья. У нас Екатерина Петрова, директора корпоративного акселератора Generation S от РВК. Сегодня в гостях очень интересная тема. Я теперь хочу вот что спросить, Катя. Обнаружила у вас на сайте такую штуку. Значит, что акселератор Generation S набирает отбор проектов в интересах национальной технологической инициативы. Есть такой, да. Есть возможность получить, значит, 500 миллионов рублей. У меня вопрос, куда идти за деньгами, что нести, чтобы их получить. Вот. Ну, все очень просто. Нет, я согласна. Всегда, когда пишется основная фраза, она написана так красиво, все приходят и говорят, что же мне нужно сделать. Давайте деньги. Заполните заявку. На самом деле национально-технологическая инициатива, это, пожалуй, один из самых сложных инструментов с точки зрения работы и входа стартапа в это направление. Потому что с корпорациями все понятно. Пришел заказчик, обозначил, что он хочет, сказал, что он хочет получить на выходе, если он вложит свои деньги. Ну и, в общем-то, стартап старается это делать. То, что касается национально-технологической инициативы, это действительно, наверное, сейчас одно из приоритетных для компании РВК направлений, в котором действительно задействовано очень много людей. Больше ста человек работает на реализацию этого проекта. И каждый день нам даются новые-новые задачи от правительства Российской Федерации. Но с точки зрения условий здесь, конечно, не все так просто. Это не просто прийти и получить 500 миллионов рублей, если ты подашь заявку на сайте. Очень важно здесь смотреть на то, что технология, которая придет и получит эти деньги, она должна пройти очень-очень много этапов. Первый этап – это она должна посмотреть, насколько она соответствует рынкам будущего. То есть это не просто технология, которая есть на рынке. Я не могу прийти в существующую кофейню или парикмахерскую и сказать, я хочу 500 миллионов на развитие бизнеса. Это должна быть действительно прорывная технология, которая через 10 лет для России создаст, по сути, новый конкурирующий рынок относительно всего того, что есть на мировом рынке. Эта технология должна быть не просто на стадии идеи, когда я что-то придумала. Это действительно должен быть уже либо бизнес, либо какой-то проверенный прототип, к которому можно прийти и попросить на него деньги. И важно здесь, чтобы были партнеры. То есть уже кто-то, кто вложился в эту технологию, с кем это все проверено. И тогда действительно ты проходишь несколько комитетов, где проект проходит защиту на всех этапах, проходит экспертизу технологическую. И, соответственно, если все эти подтверждения получены, то ему выделяется грант на развитие этого бизнеса. В общем, потрудиться придется. Не так все на самом деле просто и красиво. А красиво написали. А красиво написали. Я скажу честно, очень красиво и заманчиво, надо заметить. Generation S. Где-то мне в интервью, Катя, с твоим попалось, что команда-то у вас совсем небольшая. Ты тогда говорила, что человек семь. Сейчас одиннадцать. Одиннадцать, то есть вы растете тоже. По мере получения заказов, да, мы растем. Ну, это достаточное количество людей, потому что, учитывая ваш объем работы и уже, не знаю, количество успешных, таких серьезных проектов, как-то даже прям волнительно, ну и удивительно, что вы все это проворачиваете. Если говорить про людей, конечно, сложно. Конечно, недостаточно. Это совершенно такой вопрос серьезный, который мы постоянно поднимаем, я поднимаю в коммуникациях с руководством. Но для меня здесь есть две основные точки успеха. Для меня, как для руководителя, во-первых, я стараюсь не брать команду ради того, чтобы ее набрать. И генеральный директор РВК, и зама, все, в принципе, дают возможность с точки зрения штатного расписания развивать проект, брать людей столько, сколько необходимо для обслуживания полного цикла тех задач, которые нам даются нашими заказчиками. Но у меня в целом где-то, наверное, я смотрю, человек 50-60, чтобы выбрать одного на позицию проектного менеджера корпорации. У меня есть несколько критериев. То есть мне всегда очень важно, чтобы у человека был профессионализм, чтобы он был очень четко структурированным, чтобы он мог общаться с крупным клиентом. Потому что, как я говорю, клиенты, они всегда бывают очень разные. И важно уметь слышать клиента. Невозможно ему предлагать что-то типовое, что есть в методологии акселератора. Поэтому первая сложность в том, чтобы таких уникальных кадров найти на рынке. Когда ты его находишь, он может быть не из твоей отрасли. Важно вложить свое время в то, чтобы этот кадр дальше вырастить по твой запрос. Здесь возникает вторая проблема. Насколько человек, который пришел в команду, готов выдержать вот это обучение и готов вкладывать свои знания и развиваться. Потому что почему мы еще не сильно развиваемся? Бывает, что люди приходят, поработают три месяца, говорят, нет, нагрузка для меня слишком большая, я не готов, не хочу. Я всегда стараюсь таких людей не удерживать, отпускать их, потому что остаются только те, то, конечно, ничего хорошего не получится. Да, остаются только те, кто действительно дальше уже может быть следующим потенциалом для развития России. И что касается еще маленького количества, сейчас действительно все ребята, это ребята, которые уже прошли не один цикл работы с крупными компаниями, которые понимают, как запускать акселератор, которые знают все тонкости, которые ездили уже в различные страны, смотрели на механики того, как с этим работать. Но, тем не менее, мы со своей стороны набор ведем. То есть, если я вижу, что есть человек, который мне подходит, мы развиваем. А так, если говорить про нагрузку, мы работаем практически 24 на 7. И это, наверное, еще плохая черта меня, как руководителя, потому что мои ребята знают, что я не люблю, когда люди приходят с 9 до 6 работают, потому что я этим проектом живу. Почему он, наверное, так быстро развивается? Потому что я к нему отношусь не просто как к своей работе, которая должна прийти, получить зарплату, уйти. Мне очень хочется, чтобы он развивался, и чтобы мы стали лучше, чем то, что есть в Америке или в других странах. Поэтому здесь вкладывается душа. Когда вкладывается душа, ты не считаешь, сколько у тебя человек, сколько ты времени тратишь на реализацию. Какие замечательные слова, на самом деле. Ну, это от души. Я думаю, да, они должны долететь до сознания ума и руководителей, и, конечно, сотрудников. Да, есть над чем подумать. Катя, у меня еще вопрос по поводу инвестиций в нашей стране. Скажи, пожалуйста, ну, деньги есть у крупного бизнеса? Инвестиции люди готовы делать сегодня? Все больше? Да. Они делают инвестиции. Проблема только в том, чтобы делать эти инвестиции грамотными. Вот это, опять-таки, возвращаясь к вопросу кадров. То есть денег много, а распоряжаться ими не всегда умеют? Не всегда умеют правильно, потому что, когда у тебя вот есть разные кадры, которые, в принципе, не могут сформировать, да, руководительный правильный портфель стартапов, сформировать правильную стратегию того, что будет после вложения этих денег, у людей остаются деньги, но они боятся их вкладывать. И порой это действительно большой барьер, потому что количество этих денег растет и в корпорациях, и в фондах, но их не могут выдать в рынок. Поэтому, если говорить про процент, да, он растет, но вот нужно найти просто те технологии, в которые действительно ты можешь вложиться и потом на этом заработать. Ну и небольшой прогноз. Мы когда-нибудь догоним западные страны? Ну, Америку, мне кажется, например, нет. Нет, да, все-таки? Америку... А может быть, мы не догоним, а сразу... Ну, может быть, перегоним. Перепрыгнем. Мне кажется, что, возможно, мы близки будем к Европе, потому что более-менее по ландшафту технологий и по готовности корпораций мы к Европе потихонечку начинаем приближаться. Там ровно те же проблемы и формирование именно запроса со стороны крупных заказчиков. Но мне кажется, что еще лет пять нам точно нужно. Нужно, чтобы в России стали более прозрачные системы работы с проектами, больших этих инструментов стало, чтобы проекты не загибались, не умирали, а росли. И нужно, чтобы действительно вот наш крупный бизнес, который сейчас для них является основным заказчиком, больше уделял времени для того, чтобы проект можно было внедрить. Кать, спасибо большое за нашу встречу. Я буду очень ждать тебя в гости, и мы всей командой. Я знаю, зрители слышатся еще раз. Пообещай, пожалуйста, что ты обязательно к нам придешь. С 21 по 23 октября, друзья, есть замечательная возможность посетить Московский международный форум инновационного развития 2019. Отправляемся в инновационный центр Сколково, в технопарк. Выбираем для себя любой удобный день или прям все три дня подряд ходим, ходим, ходим и познаем все самое новое, технологичное, современное, инновационное. Мне очень отрадно, что телерадиоканал «Страна А.ФМ» является информационным партнером этого форума. Тоже будем, и будем, конечно, очень внимательно смотреть, и слушать всех спикеров, и смотреть, смотреть, смотреть. У нас в гостях сегодня был директор корпоративного акселератора «Дженерейшн С» от РВК Екатерина Петрова. Кать, спасибо огромное за потрясающие беседы. Спасибо, спасибо вам, друзья. До новых встреч. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна А.ФМ».